В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Мы продолжаем выпуск. В студии по-прежнему я, Александр Гурарье. За предвыборными коллизиями наблюдали все израильтяне, все средства массовой информации, ну и мы тоже. И в результате получилось, что довольно долгое время, ну скажем, добрую неделю, а то и две, мы немножечко так отключились от того, что происходит вокруг. А вокруг нас происходит очень много интересного. Может быть, к сожалению. На связи с нашей студией из Иерусалима Алекс Векслер, военно-политический эксперт. Алекс, здравствуйте. Так что же происходит вокруг? Живем мы не в Швейцарии, к сожалению, а может быть, к счастью. Фактически за это время наших предвыборных каникул произошло очень много драматических, стратегических, военно-политических изменений на Ближнем Востоке и вокруг нас. И я остановлюсь на некоторых из них самых важных, с моей точки зрения. Первое. Когда президент Северных Штатов Дональд Трамп три с половиной месяца тому назад, в январе, удивил многих, сообщив о том, что американские военнослужащие покидают Сирию, вряд ли кто-нибудь мог себе представить, подумать, что, несмотря на всю непредсказуемость господина Трампа, что вдруг за последние недели, после того, как Америка признала голландские высоты частью Израиля, суверенитет в Израиле, американские военные в Сирии вдруг остановились, и американский президент решил их оставить на том же самом месте. Вряд ли кто-то мог предположить, что это произойдет, но я вам должен сказать, что это драматическое событие произошло, и оно серьезно изменило наше военно-политическое, наше стратегическое положение в лучшем случае, в лучшую сторону, несомненно. Потому что если в январе нам казалось, многим из нас, несмотря на близкую дружбу с господином Дональдом Трампом, что он нас как-то сдвинул с центральной сцены страны происходящего, центральной сцены происходящего, за кулисы. Но вдруг в первую неделю апреля мы опять оказались главными героями. Я не уверен, что героями-любовниками или нет, но опять на центральной сцене. Второе. Иранские аятулы и генерал Касам Сулеймани не пропустят молча мимо ушей заявления Трампа и Помпео о том, что корпус стражей исламской революции КСИР – это террористическая организация. У многих граждан Израиля, наверное, и у нас с вами, или окружающих нас людей, нет даже малейшего представления о том, с чем им и нам предстоит столкнуться в самое ближайшее время. В результате этих заявлений и Помпео, и Трампа, и в Соединенных Штатах, и, находясь Помпео у нас в гостях, об этом сказал, наблюдательные граждане, живущие в районе побережья страны, за последние недели могли заметить кое-какие изменения в районе Средиземеноварского побережья, а также на севере страны, то, что касается, скажем, диспозиции или дислокации кое-каких, так сказать, военных подразделений армии обороны Израиля, а также кое-каких подразделений наших союзников, которые находятся на нашей территории. Третье. Несмотря на то, что кроме некоторых очагов сопротивления в районе Идлиба на севере Сирии, война там, можно сказать, завершилась, военное противостояние между США и Ираном в Сирии и на западе Ирака только, как я считаю, в самом начале. В связи с этим представляет интерес то, что российский президент Владимир Путин еще не решил, какую позицию он занимает или придерживается в этом плане, какие примет решения и как будет действовать в этом направлении. Об этом стало ясно во время визита нашего премьера-министра Бенемина Натаньяу в Москве. Это было 4 апреля. Я думаю, что в самое ближайшее время для более серьезного соглашения кое-каких точек Бенемина Натаньяу должен будет посидеть опять в Москву. Я очень подозреваю, что это будет до формирования нового правительства, такого или иного, на которое может уйти как несколько недель, так и несколько месяцев. И, наконец, четвертое интересное. Между Иерусалимом и столицей Ливии, Триполи, где, так сказать, начинается, по многим данным, новая война на Ближнем Востоке, это немножко дальше от Ближнего Востока, но все равно это считается Ближним Востоком, Израиль фактически в этой войне не участвует, потому что она далеко от нас, на расстоянии более 2000 километров. Но это не значит, что это, казалось бы, далекая от нас война на североафриканском побережье Средиземного моря никак не влияет на Израиль и на наше положение в районе. Дело в том, что лучшие друзья Израиля в арабском мире, а такие есть, они не всегда явные, но так или иначе они встречаются с нами, общаются с нами, придерживаются нормальных отношений. Не народ на уровне народа, но на уровне, так сказать, руководства и спецслужб. Так вот, лучшие друзья Израиля в арабском мире, такие как король Саудовской Аравии Салман, президент Египта Фатах Аль-Сиси, богатые нефтяные Эмираты во главе со знаменитым шейхом Мухаммадом Бен-Зиадом, решили поддержать в этой интересной войне президента России Владимира Путина, который стоит на стороне армии одного ливийского генерала Халипы Хаптера, который пытается в эти дни, в эти часы захватить Триполи. Если российско-арабская коалиция, что само по себе интересно, с одной стороны, это российско-арабская суннитская коалиция, с другой стороны, Россия имеет союзников шиитских, так сказать, в Сирии и немножко в Ираке, если она закрепится на северном побережье Средиземноморского бассейна, в Ливии, это, надо сказать, окажет очень серьезное влияние на то, что происходит у нас, в ближайшем будущем в Гази, где руководство Хамаса выступило вчера, 9 апреля, с жестким заявлением против Соединенных Штатов Америки, которые провозгласили КСИР, корпус стражей исламской революции, террористической организацией. Тем самым Хамас полностью встал на сторону Ирана, шиитского Ирана, не уверен, что это может помочь в регулировании, так сказать, кое-каких вопросов, или помочь Хамасу вообще улучшить положение свое в Гази, завоевать добрые отношения с арабскими государствами, в основном с суннитскими и с Россией, которые противоставляют Хамасу, так сказать, все, что происходит в эти дни. Понимаете, очень интересная ситуация, с одной стороны, мы непосредственно с ними не связаны, с другой стороны, коалиция, которая участвует там в войне, оказывает влияние и на Сирию, и на Ирак, и на Хамас, которые полностью поддерживают Иран, которые очень далеко от нас и так далее. А вот мы в середине всего этого вопроса и сейчас возвращаемся к тем делам, на которые мы последний месячишко не обращали внимания из-за предвыборной кампании, которая у нас происходила. Сейчас мы опять, так сказать, находимся в центре всего, в центре диспозиции, в центре сцены и должны участвовать во всех этих вопросах и сказать свое веское слово и принимать решения. Спасибо большое, Алекс Веслер, за этот интересный анализ. Действительно, мы как-то немножко подзапустили окружающую среду, а она о себе все время напоминает. Совершенно верно. Будьте здоровы, до свидания. Дорогие друзья, программа «Тема дня» прощается с вами. Всего доброго, до свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова